Моя душа хочет прожить этот опыт, опыт соприкосновения вот с этой ситуацией. Я думала, о чём это, для чего это для меня, про что это для меня. И вот сегодня я поняла, поняла, насколько меняюсь я, насколько меняются люди вокруг меня. Сейчас я вам скажу, и вы поймёте. Подобного рода у меня были эмоции, когда Россия вступила в войну почти два года назад. Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, это дело политиков. Мы обычные люди, и мы переживаем так, как мы умеем переживать. Мне было очень страшно, мне было очень страшно, мне было больно, мне было обидно. Разные чувства я переживала, но я прежде всего женщина, жена своего мужа, и я мать, мать взрослого сына. И, конечно же, как любая мать, я переживала весь этот ужас. И мне было страшно за ребят, которые погибали и стоя с другой стороны. И мне хотелось, чтобы это всё прекратилось. Вот просто быстрее, чтобы это всё прекратилось. И я с группой девочек своих и в России, и в Баку здесь, мы просто объединились, и мы делали совместные молитвы. Мы делали совместные молитвы за мир. Я добавляла к этим молитвам ещё ежедневные псалмы Давида, я читала за мир. Мне казалось, что нужно больше молиться за мир. И чем больше людей будут за это молиться, больше духовных практик, тем быстрее выпрямится поле вот это. То есть что мы можем сделать? Мы никак не можем на это повлиять. Только молиться. И тогда я делала вот то, что могла. Я успокаивалась этим. Ну, мало того, что я делала безоплатные консультации. Мы психолог, причём с украинской стороны, да, Амина, спасибо, вы помните, да. То есть наши девочки, психологи из России предлагали услуги, потому что мы все едины, у нас дом один, планета Земля. И консультировала некоторых украинских граждан, которые испытывали этот ужас, этот шок. Те, кто не делят люди на национальности и на расовые принадлежности, религиозные, не расовые, а религиозные. Но я считала своим долгом внести вот эту лепту в мир. Вот эти вот молитвы, вот эти сильные молитвы, которые я тогда со своими девочками, мы вместе молились. И утром рано мы вставали, молились, и на ночь я читала псалмы. И мне тогда казалось, что это нормально. Ну, как бы я на своём месте, я женщина, что я могу сделать? Я могу только молиться и принимать. И вот сейчас, когда я переживаю почти подобные чувства, потому что у меня близкие люди моей еврейской национальности, и я понимаю, как они тяжело это переживают. Потому что я уже некоторое время, живя здесь, в Баку, ну, скоро будем возвращаться в Петербург, но тем не менее, я говорила вам, я стала посещать синагогу каждую субботу. Я сначала не понимала, почему меня туда тянет. Я думала, что я астролог, суббота, Сатурн, Сатурн – покровитель Израиля, шаббат. И вот мы с мужем по субботам стали ходить в синагогу. Только это воскресенье, вот только в это воскресенье я узнала совершенно случайно, ничего случайного нет. Интуитивно вышли мы на родственницу мужа со стороны мамы, и я узнала, что мой муж оказывается по женской линии евреи. Представляете, 25 лет же ему вместе, ему через месяц будет 59 лет, он этого не знал. Я просто интуитивно шла на эту родственницу, и вот впервые мы с ней разговаривали, вот в это воскресенье, субботом, простите, в воскресенье я была на фестивале, в субботу. Когда я спросила, откуда фамилия, она говорит, что прабабушка, прабабушка моего мужа была польская еврейка, а у евреев, вы знаете, национальность идет по женской линии. Вот такие вот откровения. И я потом поняла, почему меня стало тянуть в синагогу, потому что вот эта кровь мужа, женщины по линии рода мужа, вот какой-то зов такой был, понимаете, что вот нужно туда, нужно туда. Вот так вот интуитивно все это словило. И самое интересное, что в тот день, когда мы это узнали, что в моем муже льется еврейская кровь, вот в этот день в Израиле началась война. И вот как-то очень близко я все это переживаю. Во-первых, я очень уважаю этот народ, по сути, свои люди мои близкие, принадлежность к этому народу, которых я очень уважаю. А теперь оказалось, что и кровь моего мужа там, представляете, вот с этой нацией связана. Но я не об этом хотела вам сказать, о том, как мы меняемся. И сейчас прошло уже два года, я сама меняюсь, я сама трансформируюсь, я прохожу достаточно серьезное обучение. И когда сейчас я спрашиваю себя, что я могу сейчас делать, и вот этот вот конфликт в Израиле, на Ближнем Востоке, так скажем, достаточно серьезный, есть опасение, что он может вылиться в широкомасштабные действия, он может вылиться в широкомасштабную Вторую, Третью мировую войну. И я спрашиваю себя, что я могу сделать сейчас? И вопрос, опять молиться? Нет. Нет. Я не хочу молиться. Нет, я молюсь, естественно, я делаю свои духовные практики, которые я делаю регулярно. Но сейчас, поднимаясь на другой уровень своих трансформаций, своего духовного развития, я четко понимаю, что мне нужно делать сейчас. Я просто понимаю, что то, что сейчас происходит в мире, это отражение программы, внутренней программы каждого из нас. Какой программы? Я понимаю, что я внутри должна прекратить свою войну. Есть такое выражение, что молитва одного праведника может спасти мир. И я раньше думала, что это просто молитва. Нет. Нет. Когда хотя бы один человек, не знаю, из ста, из тысячи, прекратит внутреннюю войну внутри себя, от него будут идти другие вибрации. Не прощать никого, не молиться за мир. Вот я сейчас поняла, что если молитва просто за мир, она пустая. Она не про это. Господь не для того посылает нам вот эти военные действия, которые мы видим, которые мы переживаем. Ну вот судьба моя такая, что у меня очень тесно связаны переживания. Первые мои переживания были, когда шла война на моей родине, когда шла война в Карабахе. На моей родине, в Азербайджане шла война. Закончилась там, Россия вошла в войну. Россия — это то государство, где я сейчас живу. Я гражданка России. И сейчас, когда вот тоже этот народ мне очень близок, там тоже эта война. И у меня такое ощущение, что вокруг одна война. И я задаю себе вопрос, про что это для тебя? Как выйти из этой ситуации? Как правильно сейчас реагировать? И вот сейчас моя душа говорит, ты должна прекратить внутреннюю войну внутри себя. Господи, какая внутренняя война? Вроде бы как бы столько много я работаю сама собой, столько прорабатываю, столько всего принимаю внутри себя. И я понимаю, что это лично для меня диалог с Богом. Это лично мой диалог с Богом. Это то, что я должна услышать. Потому что мудрецы говорят, что нет никого постороннего в этом мире. Всё, что есть в этом мире, — это наш диалог с Богом. Есть я и Бог. И каждый человек, который общается со мной, это Создатель, который со мной разговаривает. И всё, что происходит, — это всё происходит для меня. И это не гордыня. Это ответственность. Что значит прекратить внутреннюю войну внутри себя? Ну, во-первых, помирить внутри себя папу и маму. Всё, что мы можем сделать. Не переживать и не говорить, какой ужас происходит, куда катится мир. И не посылать пустые молитвы за мир. А что это дело для этого мира? Внутренняя борьба каждого из нас. Мы же воины. Мы все внутри воины. Каждый раз, когда мы начинаем кого-то критиковать, начиная с соседа и заканчивая своими же детьми, мы начинаем убивать. Может быть, я сейчас скажу страшные вещи для кого-то, но я говорю правду, потому что я сейчас работаю с этим методом легализации правды. И я понимаю, что внутри каждого из нас живёт убийца. Когда мы кричим, когда мы критикуем своих родителей, когда мы критикуем своих детей, мы убиваем. Когда мы критикуем себя, говорим, опять я не так сделала, какая же я дура, какая же я вот такая, я не знаю, что мы только не говорим. Мы убиваем сами себя. И я приняла для себя такое решение, что нужно сказать саму себе правду и прекратить эту внутреннюю войну. Перейти на уровень принятия. Принятия себя и то, что вокруг тебя происходит. Ну, как я вам уже сказала, для того, чтобы прекратить эту внутреннюю войну, я как психолог понимаю, откуда она идёт. Нужно помирить внутри себя папу-маму. Нужно не входить вот в их конфликты, свидетелем которых, возможно, мы были. У кого-то, может быть, были очень жёсткие конфликты, когда родители разводились, делили, может быть, имущество, может быть, делили детей, ввергали детей в этот конфликт. У кого-то, может быть, да, была полноценная семья, но, тем не менее, родители постоянно спорили. И ребёнок, мы с вами, постоянно внутри себя спрашивал, на чьей я стороне, на стороне папы или на стороне мамы. Вот здесь мама виновата, а здесь папа виноват. И вот эта война внутри себя, потому что ребёнок не может никогда выбрать либо папу, либо маму. Это же аксиома. Ребёнок любит совершенно одинаково и папу, и маму. И когда родители начинают ругаться, дорогие родители, кто меня будет слушать, если ваш ребёнок слышит, как вы ругаетесь, спорите, что-то не можете поделить, в этот момент вы тоже убиваете своего ребёнка, тоже убиваете, потому что ребёнок не понимает, что ему нужно сделать. Он любит обоих, он любит обоих. Но он понимает, что ему нужно сейчас принять какое-то решение. И вот этот разрыв внутри него начинает происходить. И вот эта война у нас начинается с детства. И мы продолжаем нести вот эту войну на протяжении всей своей жизни. И потом её переносим в свои семьи, когда не можем найти согласие со своими мужьями. Потом этот же сценарий мы переносим на своих детей, когда мы пытаемся их сделать удобными для нас. Когда мы с ними ругаемся, когда мы их критикуем. Вот эта бесконечная война. Да, то, что мы сейчас, может быть, смотрим по телевизору, не знаю, кто-то в интернете смотрит, да, думает, какой ужас происходит. А ведь это же нам показывает Господь. Вот это всё внутри тебя происходит. Останови это. Останови это внутри себя. Сделай мир. Сотвори перемирие внутри себя. Прими вот это всё. И если это каждый сделает, то будут совершенно другие вибрации. И те люди, кто действительно сейчас держит в руках оружие, неважно где, здесь, в Азербайджане, в России, в Украине, в Израиле, эти вибрации обязательно дойдут до них. Обязательно. Я человек, психолог, который работает с энергиями. Я энергопрактик. И я знаю, что каждый из нас, это элементарная физика, здесь ничего сложного нет. Каждый из нас носитель какой-то энергии. От каждого из нас идут энерговолны. Ровно как от каждого предмета. Какие энерговолны идут от вас? Вот задайте просто себе вопрос, какие энерговолны идут от вас? Они способствуют миру или нет? Вот в этом я считаю, что наша ответственность. И от того, что я сейчас работаю с методом легализации правды, я вот хотела бы сейчас предложить некоторые фразы тем, кто меня сейчас смотрит в эфире. Опять-таки, так интересно, я сама себе сказала без всяких предупреждений. Кто зайдет в эфир, значит, кому-то это нужно услышать. А кто не зайдет, значит, ему это не надо. Но я постараюсь сохранить эфир. Те, кто будет смотреть в записи, либо тот, кто меня сейчас слушает. Я сейчас хочу предложить вам фразы, которые, как мне кажется, как я чувствую, могут привести мир внутри. Я не знаю сейчас, что я пока буду говорить, я сейчас в потоке. Суть метода легализации правды, когда мы признаем и принимаем сценарии своего рода. Кстати, замечательные мои дорогие, те, кто смотрит мои сторис, я каждый день говорю про энергии дня. Вот сегодня очень сильные энергии, родовые энергии, потому что луна сегодня проходит на кшатру Макха. На кшатре Макха в своей пиковой форме максимально реализуются родовые энергии. И сегодня наши предки прям вот слышат нас. И сегодня максимально на каждого из нас влияют наши родовые энергии. И мы можем принять эти сценарии, принять, изменить и трансформировать, если нам это нужно, если это в наших интересах. Мне это крайне важно. Я не знаю, кому из вас как, важно это или нет. Поэтому я по этому самому методу легализации правды буду сейчас предлагать некоторые фразы. вы можете их повторять сейчас лет за мной. Можете просто слушать. Как вам комфортно. В любом случае я это делаю прежде всего для себя. И я выхожу в эфир, вышла в эфир для того, чтобы эти фразы не просто говорить сама собой, а для того, чтобы был больше такой резонанс, чтобы они дальше пошли. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Те, кто со мной сейчас и настраивается, сделайте, пожалуйста, глубокий вдох-выдох. Даже если у кого-то идет сопротивление от того, что я говорю. Примите, пожалуйста, мудрость, если вы оказались сейчас здесь, в этом пространстве, если вы почему-то слышите то, что я сейчас говорю, значит, вам это надо. Либо если вы слушаете в записи, значит, вам это тоже надо. Доверяйте себе, доверяйте своей душе, доверяйте своим ангелам-хранителям, если они вас привели сейчас сюда, и вы это слышите, значит, это касается вас тоже. И вам это нужно. Делаем глубокий вдох-выдох, сонастраиваемся с полем. Я прошу своих ангелов-хранителей, хранителей своего рода, чтобы они послали мне сейчас те программы, которые нужны мне, и те, кто меня сейчас слушает. Я признаю и принимаю всех тех в своем роду и в своих прошлых реинкарнациях, кто воевал, кто вел захватнические войны, кто грабил, насиловал, убивал мирных жителей для того, чтобы утвердиться в своих эгоистичных помыслах. И я даю этому место. Я признаю и принимаю всех тех в своем роду и в своих прошлых реинкарнациях, кто был рабовладельцем, кто жестоко обращался со своими рабами, кто их истязал, мучил, кто не давал возможности людям жить человеческой жизнью, относился к ним, как к животным и дают ему место. и я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. и я уже за него заплатила. И я даю этому место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих прошлых реинкарнациях, кого убивали, насиловали, резали, изгоняли из насиженных мест со своей родины, угоняли в рабство, с кем обращались, как со скотом, унижая их человеческое достоинство и дают ему место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И я уже за него заплатила. И я даю ему место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих прошлых реинкарнациях жестоких завоевателей, кто хотел расширить границы своего влияния путем жизни невинных людей. Не считаясь ни с количеством жертв и с их боли. И я даю ему место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих прошлых реинкарнациях, кто, несмотря на боль, потери своих близких, на унижение, несмотря на физическую боль и на душевные страдания, сохранил любовь к Богу, сохранил веру в Творца, сохранил веру в светлое будущее и этим самым сохранил жизнь себе и своему роду. И я даю ему место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Я признаю и принимаю всех тем в свою роду и в своих прошлых реинкарнациях, кто защищал свой народ, кто защищал слабых, стариков, ценой собственной жизнью. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих прошлых реинкарнациях, всех тех, кто воевал, всех тех, кто воевал на земле, на воде, в воздухе. и всех тех, кто защищал, и всех тех, кто нападал. Я принимаю их всех. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И я уже за него заплатила. И я даю место этому опыту. Я признаю и принимаю, что мой род проживает историю Авена и Каина. Авеля и Каина. История первого убийства. Библейская история первого убийства на земле. Брата убийства. Когда брат убил брата. Я принимаю этот опыт. И принимаю всех в моем роду, кто несет этот сценарий через все поколения. И я даю этому место. Фактически, дорогие мои, каждый из нас сейчас проживает этот опыт. Этот опыт Каина и Авеля. Потому что мы все вне зависимости от нации, от религиозной принадлежности, мы все братья и сестры. Мы все дети одного Бога. И мы занимаемся братоубийственной войной. Потому что мы все предки, потомки Каина и Авеля. И нужно признать этот опыт и дать ему место. И я уже за него заплатила. И я даю этому опыту место. Я признаю и принимаю всех тех в своем роду и в своих прошлых реинкарнациях, кто дрался между собой, кто враждовал между собой. За женщин, за землю, за деньги, за наследство, за свое эго, всех враждующих в своем роду и в своих прошлых реинкарнациях. Я их всех принимаю. И даю им место в своем сердце. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И я уже за него заплатила. И я даю этому опыту место. Я признаю и принимаю всех родителей в моем роду и в моих реинкарнациях, которые враждовали между собой. Мужа и жену. Я признаю их боль. Я признаю их страдания душевные. И я даю этому место. А я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду, кто случайно или специально убивал своих братьев или сестер и других родственников из-за вражды, из-за зависти, из-за ревности. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И я уже за него заплатила. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих прошлых реинкарнациях, кто, несмотря на свою душевную боль, несмотря на внешние унижения, все равно сохранил любовь в сердце. Кто умел прощать? Кто умел принимать боль другого человека и не отвечать агрессии на агрессию? Кто умел растворять в любви своего сердца агрессию и тем самым усмирять воины и сохраняя жизни тысячу людей? И такие были, что я на роду. Я их принимаю и даю место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И я уже за него заплатила. Я признаю и принимаю, что внутри меня идет война между папой и мамой, между плохим и хорошим, между правдой и ложью. Внутри меня идет бесконечная война. Я это признаю и принимаю. и я даю ей место. Я признаю и принимаю, что внутри меня живет ненависть, живет злость и агрессия. Прежде всего, к самой, к себе. И это правда. И я даю этому место. За то, что я что-то не смогла. За то, что я не достигла. За то, что я не соответствую каким-то своим собственным стандартам. За то, что я не соответствую тем планкам, которым я сама себе поставила. И я убиваю саму себя. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой мне достался. Я признаю и принимаю, что я до сих пор не знаю, на чьей я стороне. На стороне папы или на стороне мамы. И я вечно виноватая, прежде всего, в своих глазах. Потому что я не знаю, где правду у папы или у мамы. И я продолжаю эту бесконечную войну внутри себя. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой мне достался. И я очень дорого за него заплатила. И я признаю и принимаю, что внутри меня живет и любовь. Любовь между моей мамой и между моим папой. Внутри меня живет их любовь. И я плод этой любви. Потому что не было бы, если этой любви, не было бы и меня. И я принимаю любовь папы к маме. А мамы к папе. И я даю ей место внутри своего сердца. И я признаю, принимаю, что внутри меня живет и другая часть, которая очень любит меня. Которая очень любит этот мир. Которая очень любит всех людей. который хочет, чтобы был мир. И который хочет, чтобы в мире была любовь. Внутри меня живет та часть, которая принимает всех людей без критики, без осуждения. и она позволяет этим людям быть такие, какие они есть. И это тоже я. Которая позволяет мне самой быть такая, какая я есть. Со всеми моими слабостями. Со всеми моими несовершенствами. И это тоже я. И я принимаю эту часть внутри себя. И я даю ей место. И я признаю и принимаю, что я и есть обе эти части. И их соединяет любовь. И я даю место. Я признаю и принимаю, что в моем роду живет любовь. И это любовь Бога. И эта любовь идет из поколения в поколение. Потому что она продолжает жизнь в моем роду. Если бы не было этой любви, не было бы жизни, и мой род бы закончился. И именно эта любовь в моем роду помогла выжить моим предкам. Когда они проходили жесточайшие испытания, когда они проходили войны, когда, возможно, кого-то из них угоняли в рабство, когда их мучили, их пытали, унижали, насиловали. Но они выжили, потому что у них была любовь в сердце. И благодаря этой любви сейчас живу я. Живут мои дети, и дай Бог будут жить мои внуки. и я даю ему место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой мне достался. И несмотря на ту свою боль, которая сейчас внутри меня, Боженька, мне очень тяжело сейчас. И внутри меня живет одна человеческая часть, которая возмущается, которая сопротивляется, которая кричит. Ну как можно отдавать свой народ на заклание? А это в каждом народе есть. И каждый президент по локоть в крови за безвинные жизни своих подданных. Каждый. И внутри меня есть эта часть, которая возмущается тем президентом, тем правителем, которые не смогли сберечь свой народ, не смогли их защитить. Но я также признаю, что внутри меня есть часть, которая понимает что все в этом мире тотально справедливо. И Творец есть любовь. И как бы мне не было тяжело, я признаю и принимаю, что на все есть воля Создателя. И если так происходит сейчас, на то воля Бога. Я не понимаю, почему так. И я позволяю себе не понимать этого. Я позволяю себе. Но внутри меня есть часть, которая говорит, Создатель видит все. И Создатель проживает жизнь сейчас боль каждого, кто сейчас мучается. Возможно, кого-то истязают. И Создатель вместе с ними проживает эту боль. Но почему-то и это тотально справедливо. Я не знаю почему. Я даю этому место внутри себя. И я все равно понимаю, я верю, что Бог есть любовь. Почему-то в этой картине мира, картине любви Бога, вот то, что происходит сейчас, это часть этой картины любви Бога. Я не понимаю, почему. Но я это принимаю. Принимаю в своем сердце. Боженька, помоги мне, пожалуйста, это принять. У меня нет сил, мне не хватает мозгов женских. И на уровне логики я не понимаю, почему это происходит. Но на уровне сердце я это принимаю. Принимаю страдания детей, страдания женщин, которые видят смерть своих детей, страдания всех слабых, мирных жителей, которые не воюют и не хотят воевать. они почему-то оказались в заложниках. И я даю этому место. Господь Отец, я принимаю Твою любовь. Я даю ей место. Научи нас всех любви. Научи нас всех принятию. дочка моя сейчас чихнула на правду. Я признаю и принимаю, что внутри меня живет палач и убийца. И я даю этому место. Потому что когда я ругаюсь со своими детьми, я палач. Потому что когда я говорила своему старшему сыну на протяжении многих лет, что твой папа плохой, потому что он неправильно поступил, я убивала своего сына все эти годы. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой мне досталось. И я уже за него заплатила. завтра моего сына день рождения. Завтра моему сыну 34 года. И мне почему-то очень хочется сказать вот так в пространство сынок. Я принимаю, что твой папа самый лучший для тебя. Да, я с ним разошлась, потому что он был не самым лучшим мужем для меня, но для тебя он самый лучший папа. Не потому, что он что-то делал, он ничего не делал, но я понимаю, что это был твой выбор, и твоя душа выбрала себе именно этого папы. И когда я все эти годы говорила тебе, пыталась убедить себя, что он плохой, я всего лишь руководствовала страхом. Мне было страшно, что ты выберешь его, а не меня, когда ты вырастешь. Я признаю и принимаю, что я все эти годы тебя убивала, потому что в тебе ровно половина меня, а ровно половина твоего папы. И не принимая твоего папы, я тебя истязала все эти годы. Я думала, что я хорошая мама, но я сейчас понимаю, что я не хорошая мама, потому что я не принимала твоих выборов и демонстрировала тебе, что ты глупый. Ты выбрал себе плохого папу, который не совпадал моим стандартам. И все тотально справедливо. И я всему этому даю место. На всю любовь Бога. Я признаю и принимаю, что все эти годы я была убийцей своего сына. И я даю этому место. И слава тебе Господи, что в свои 53 года накануне 34 дня рождения своего сына. Я это осознала. Нет, я это сказала вслух. Осознала я гораздо раньше. Если кому-то поможет, помогут мои эти осознания, особенно те, кто не знает своих отцов или тех матерей, которые настраивают своих детей против отцов, не надо повторять моего опыта. Не будьте убийцами своих детей. Ваши дети должны знать, что их отцы самые лучшие на свете. Самые лучшие. Даже если они были последними подонками в вашем мировоззрении, вас это мамы, вас это не касается. Это душа вашего ребенка там, на небесах, выбрала душу своего отца. Там действовало на небесах три фигуры. Душа вашего ребенка, душа его отца и создатель. И вот они трое там договорились, что он будет его папой, а он будет его ребенком. Не лезьте, пожалуйста, мамы, туда, куда вы не имеете права лезть. Это выбор вашего ребенка. И говоря своему ребенку, что папа плохой, вы убиваете своих детей. И вы убийцы. Признайте это. У меня же хватило смелости сейчас на весь эфир это сказать. И я это делаю не только для себя, но и для вас тоже. Чтобы у вас тоже хватило смелости это признать. Для того, чтобы жили ваши дети, для того, чтобы жили ваши внуки, для того, чтобы в конце концов не прекратился ваш рот, как сейчас там режут. И здесь резали. И я помню, как резали здесь. И я помню, как резали там. И продолжают резать. А что вы сделали для того, чтобы продолжалась жизнь? Вы думаете, вас это не касается? Вы думаете, вы все белые и пушистые? Ну, я вот сейчас вам сказала, какие вы белые и пушистые. Они то чужих режут, а вы своих детей. Отсекая от них половину папы, вот взяли и отрезали и выкинули. И как ребенку жить с этим? Как ребенку кособоким жить? Скажите, пожалуйста, зная, что он наполовину нормальный, а наполовину он гнилой. потому что его папа гнилой, а ребенок так и живет по жизни, хромой, одноглазый, однорукий, потому что в нем ровно наполовину вашей крови, мама, и папины. Но папина кровь гнилая, потому что так сказала мама. Вот он живет такой гнилой и идет такой по жизни. вот такие мы убийцы. Сами даем жизни, сами убиваем самых дорогих, самые дорогие существа, которые есть у нас, наши дети. Да, возможно, кто-то из вас не примет сейчас то, что я говорю. Это ваше право, а мне это не нужно. Мне важно сейчас сказать это, озвучить это. Возможно, кто-то меня осудит, мне тоже все равно. Я это делаю для своего ребенка. Я это делаю прежде всего для своего сына. И я признаю и принимаю, что его папа самый лучший папа для него. И сейчас я восстанавливаю целостность своего сына. Нет, я не прошу его прощения, потому что это тоже его опыт. Не кромсайте, пожалуйста, своих детей. И то, что вы видите сейчас по телевизору, пускай вам это все напоминает то, что вы делаете со своими детьми. И не прикрывайтесь тем, что вы им засовываете дорогую сосиску в рот и импортные шмотки напяливаете. Это этого не покроет. У ребенка душа истерзанная и он гниет изнутри. Я не знаю, почему я сейчас так вышла на это. Я не планировала это говорить. Но я доверяю полю и вот сейчас так вышло. Возможно, кому-то это нужно услышать. я не знаю, как. Я сейчас говорю с полем и информацию беру из поля. Так что замечательные мои, если вы ощущаете ответственность на себе, примите, пожалуйста, все противоречия в своем роду, примите противоречия все между вашими родителями. И если вас все-таки еще терзает на чьей стороне на папиной маминой, скажите так. Папа, мама, вы большие, я маленькая. Вы даете, а я беру. Папа, мама, вы две части моего одного целого в равной степени. И мне все равно, кто бы мой папа. Пьяница, алкоголик, наркоман. Кто я такая, чтобы осуждать своего папу? это мой папа. И это часть меня. Во мне его кровь. И во мне его гены. И я его принимаю. Мама, и я принимаю ту любовь, которую ты испытывала к папе в тот момент, когда ты меня зачинала. и я принимаю ту любовь, которую испытывал папа к моей маме, когда вы меня зачинали. Все остальное мне не интересно. Это ваши взрослые игры, я к ним не имею никакого отношения. Вы большая, я маленькая. Вы даете, а я беру. Все, что я беру у вас, это только лишь свою любовь ко мне. Ваша любовь ко мне. Папа сейчас стоит за правым плечом, а мама за левым. А я опираюсь на ваши ноги. Ноги вы мои опоры. А вот там, о чем вы там договариваетесь, папа с мамой, там я имею ввиду, они чуть выше нас. Мне это не интересно. Я смотрю в свое будущее. Мне нужно знать, что у меня папа и мама. И они соединились в любви, когда я была зачата. остальное мне не интересно. И эту любовь я хочу передать своим детям. А с остальным вы разберетесь сами. А я не судья своему папе. И маме, кстати, тоже. Я не вмешиваюсь в отношения папы и мамы. Это я к тому сейчас, если кто-то вдруг захочет сейчас маму провести какие-то разборки, не надо этого делать. Не нужно. это их история. Примите, пожалуйста, и пошлите своим и маме, и папе любовь и благодарность. Вот просто молча, не надо ни с кем ничего выяснять. Просто внутри себя, внутри своего сердца пошлите папе, маме любовь за то, что они объединились в какой-то момент, чтобы ваша душа спустилась на землю и реализовалась. И останьтесь в этой любви. Вот в этой любви создатель. Создатель папа и мама. Вот эти три личности. И из них родились вы. И сохраните эту любовь у себя в сердце. Все остальное от лукавого. Все остальное у каждого своя правда и у каждого своя истина. И кому это нужно разбирать это все? Никому. нам нужна только любовь. Вот и сохраните эту любовь в сердце. И она выведет нас всех как путеводная звезда. Я верю в это. Эта любовь поможет нашим детям, поможет нашим внукам. И дальше эта любовь своими вибрациями, дай Бог, поможет повысить вибрации, там, где это необходимо. И давайте пошлем вот эту любовь, принятие туда, где сейчас больно, где сейчас плохо, где сейчас люди в плену, в заложниках. Они очень боятся, им очень страшно. А еще страшнее, если там мы теряем с детьми вместе. И мы не знаем, что там происходит. Вот в эту секунду но мы можем послать эти вибрации, эти волновые вибрации из состояния своего внутреннего мира, из состояния своего внутреннего согласия. Вот когда я внутри себя примирила, когда я внутри себя примирила папу и маму, вот просто соединила и говорю люблю, все, вот люблю, мне больше ничего не интересно, я просто люблю вас и все. А если я люблю вас обоих, значит я люблю себя, понимаете? Если я критикую за что-то своего папу, значит я себя убиваю, а я не хочу себя убивать, я не хочу себя убивать, я хочу жить, я хочу эту энергию жизни передать своим детям, чтобы мои дети тоже жили, поэтому я соединяю папу маму внутри себя, вот в этом согласии, в этой божественной любви, сохраняю ее внутри своего сердца, а потом из этого состояния безусловной любви, чистой божественной любви, вот посылаю эту энергию туда, где сейчас проливается кровь, я не знаю, в Израиль, Украину, где сейчас еще идут бои, в Азербайджане, вроде бы, слава Богу, успокоилось все, туда тоже, это моя Родина, везде, где сейчас больно, вот это я считаю правильно, с чего я начала эфир, с того, что два года назад, когда в России началась война, я молилась за мир, я читала псалмы, я читала очень много молитв, я собирала группу девочек, чтобы мы вместе молились за мир, сейчас я понимаю, что это уже другой уровень, я сейчас на другом уровне, и Богу не нужны мои молитвы за мир, ему не нужны мои молитвы за мир, ему нужны мои вибрации, вибрации моей души, какие вибрации, мира и согласия внутри себя, все, потому что каждый из нас это антенна, что мы сейчас передаем в мир, что мы сейчас транслируем в мир, мы ругаемся, мы продолжаем вот эту войну внутри себя и усиливаем этот конфликт, либо наоборот, я примеряю внутри себя своих родителей, бабушек, дедушек, всех-всех-всех в своем роду, кто когда-то ругался и враждовал, а вражда была в каждом роду, я их всех примеряю отсюда и становлюсь источником любви, вот так естественно, конечно, это можно усилить еще и молитвой, конечно, можно, это будет хорошо, но если я просто молюсь, а внутри меня, вот здесь, знаете, как, и папу критикую, и всех критикую, и соседку критикую, и президента критикую, какого-то, не знаю, то эти молитвы у меня на родине говорят, божь ты, они пустые, они никому не нужны, вот такой уровень мой сегодня, принимайте, дорогие мои, принимайте прежде всего мир внутри себя, спокойствие, принятие на всю волю Бога, на всю любовь Творца, и создавайте сначала атмосферу мира внутри себя, обо всем остальном позаботится Создатель, поверьте, Он нас любит, я вас тоже люблю, спасибо вам, что вы были сейчас со мной, спасибо, что вы сейчас разделили со мной это пространство, эти откровения, мне было очень важно сейчас это сказать, у меня заканчивается эфир, это было очень мощно, было как удар током, благодарю, спасибо большое, мира вам и любви дорогие, могу сохранить,